Лобнинский конёк Лобнинский конёк ежегодный турнир по фигурному катанию в пятый раз прошёл в Ледовом дворце Лобня. На традиционные соревнования в наш город приехали дети со всей России. За выступлением юных фигуристов наблюдала и наша съёмочная группа. Возможно, именно это падение не позволило Александре Астафьеву из Москвы занять первое место во втором спортивном разряде. Золотая медаль в этой категории досталась другой москвичке Анне Шерваковой. Мне очень понравилось здесь выступать. Я очень рада, что выиграю. Честь Лобни сегодня отстаивала Дарья, сумевшая завоевать бронзу. Это было непросто. Были падения, сложно было обогнать некоторых девочек. Сильные были. Свои ошибки, не позволившие подняться на более высокую ступень пьедестала, Дарья назвала, не задумываясь. Я упала два раза, дотролась там рукой на прыжках. По словам юной фигуристки, выход на лёд на подобных турнирах – это всегда волнение, а часто и страх. Когда бывает страшно, когда нет. Некоторые сильные дети бывают, не очень, не хочется, уже не так страшно. Бывает ещё, когда боишься, когда выходишь уже даже до стартов, а потом уже не так страшно. Дарья – одна из почти трёхсот детей, занимающихся в Лобнинской секции фигурного катания. На льду сегодня были и её подруги. Много подруг было. В первом спортивном три подруги. В моём разрязе была одна подруга. Всего на Лобнинский конёк в этом году приехало более 150 детей и юношей со всей России. Мы встречаем гостей с городов России, городов Московской области. Очень много детей приехало с Москвы, с города Кимры, Одинцовы, Мытища, Химки. Приехала большая делегация спортсменов из города Сыктывкар, Коми, СССР. Наш город представляли 50 ребят разных возрастов, наравне с другими спортсменами, соревновавшихся в семи категориях. Мы проводим соревнования по всем категориям, которые есть на данный момент, по классификации нашей всероссийской. Начиная от юного фигуриста – это дети 4-5 лет, и заканчивая кандидатами мастера спорта – это дети 14-16 лет. Победители турнира определялись в ходе выставления оценок судьями по общепринятой для фигурного катания системе. Судейская бригада состоит из двух частей. Это техническая бригада, которая называет элементы, которые исполнил спортсмен. А вторая часть бригады – это судьи, которые ставят оценки за исполненные элементы. И вот сумма оценок за эти элементы дает какой-то балл. И кто больше баллов выбирает, тот и побеждает соревнования. После каждого этапа соревнований здесь же, в Ледовом дворце, проходила церемония награждения. При этом памятных подарков удостаивались не только обладатели первых трех призовых мест. Дети по итогам турнира, конечно, получат очень красивые дипломы, память о нашем турнире, подарки ценные. И, конечно, все, кто на пьедестал почетов станут, они будут иметь кубки красивые, дипломы и медали. По мнению главного судьи турнира, медаль, завоеванная здесь, – это серьезный шаг в сторону профессионального спорта. Те дети, которые занимают здесь первые, вторые, третьи места – это те краски, которые могут потом выступать и за Россию, и представлять нашу родину на международных соревнованиях. За два дня лобнинского конька наш лед смогли опробовать многие фигуристы, в том числе и лидеры по числу заработанных наград – воспитанники московских школ. Лобнинские дети на момент середины второго дня соревнований стали обладателями одной бронзовой, одной серебряной и одной золотой медалей. Никита Панин, Дмитрий Жуков, Михаил Жуков, телекомпания Лобни.